Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья! Добрый день! Это телерадиоканал Страна.ФМ. Первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в ФМ-диапазоне. Программа «Лучшее в стране». В этой потрясающе красиво уже украшенной новогодней студии. Я невероятно счастлива представить вам сегодняшнюю свою гостью. Друзья, у нас в гостях Наталья Подольская. Добрый день! Добрый день, Наташа! Здравствуй! Очень рада быть у вас в гостях. Встреча наша полная неожиданности. Ну, слава богу, что она случилась именно в этом году. И пусть она будет такая в следующий раз. Я уже надеюсь, что мы будем тебя лицезреть. Может быть, даже в нашей программе, где живьём исполняются песни. Будем, во всяком случае, на это рассчитывать. Но пока у тебя замечательный повод. Это новый потрясающий твой клип. Говорю так, потому что он уже несколько дней в нашем эфире. Отзывы сплошь и рядом, только положительные. Правда? Дадите почитать. Хорошо. Ну и, насколько я знаю, он действительно у тебя какой-то особенный и знаковый в твоей творческой карьере. Если это так, расскажи, пожалуйста, почему. Ну, если говорить серьёзно, то я очень довольна этим клипом, этой работой. Очень сложно он появлялся, как и сама песня. Мы её долго аранжировали, искали звучание и записывали, переписывали. И потом, конечно, уже была идея снять клип. Лёша Голубев, режиссёр этого клипа. И я всегда очень хотела... Я очень люблю танцевать. Я никогда не занималась этим профессионально. И вот моя мудрая мама почувствовала во мне такое призвание петь. Так. И она отвела меня в детстве заниматься профессиональным пением, но не отвела в какую-то танцевальную историю. Поэтому я, можно сказать, самоучка. Но я везде, во всех проектах занималась всегда танцами по чуть-чуть. И вот мне очень хотелось снять такое видео, где я бы танцевала. Наташа, но в клипе «Маму я не обману». Там же тоже хореография. Там практически весь клип ты танцуешь. Да, да. Ну, я и говорю, что я очень люблю танцевать. Но мне хотелось, чтобы это было очень круто снято. И мне кажется, что Лёше это удалось. Очень красивые девочки со мной в кадре. И мы здорово синхронно... У тебя образ очень классный. Да, такой классный образ. Кстати, этот образ многие мои поклонники сравнивали с образом Бьонса. В её клипе действительно есть перекликание. Хотя мы совершенно не имели это в виду. Но сравнение прекрасное. Я обожаю Бьонса. И, конечно же, она чудесная и вокалистка, и танцовщица. Да. Но речь сейчас обо мне. Да. Очень много образов я сменила в этом клипе. И мне все они нравятся. И ещё открою маленькую тайну. Мы из монтажа вырезали волка. Ещё должен был быть волк. А почему такое решение принято? Нам показалось, что без него лучше. Пусть лучше он зреет в головах. Этот волк. В общем, идея клипа. Я читаю роман, и в моей голове оживают различные образы. Сколько съёмки проходили? Съёмки проходили один день. Начали мы в московском лесу. Потому что, да, появилась у тебя только что. Прошли съёмки клипа. Да. А одна запись в Инстаграм была. Да, да. Это был какой-то осенний день. И была очень хорошая погода. Нам повезло. Мы схватили вот эту золотую осень. Уже в последний денёчке ещё неопавшую листву. Съёмки начались у нас в Крылатском в лесу. И потом мы переместили в студию. И была прекрасная атмосфера. Я люблю съёмки клипа. Когда, знаете, хорошая команда. Всё дружно. Слажено. Всё по контролям. Это здорово. Да, да, да. И, в общем-то, клип... На то, что клип, да, съёмки, ты говоришь, проходили всего лишь один день. Но, судя по хореографии, опять-таки, видно, что там, видать, подготовка была. Очень серьезно. Подготовка была, да. И для меня было большим открытием. Я занимаюсь спортом. Три раза в неделю я стараюсь посещать тренажёрный зал и групповое занятие под названием «Сайкл». Мне очень нравится. И, как говорит твой тренер, начинаешь готовиться к летнему сезону уже в сентябре. Да. Да. Но когда мы подготовились, когда мы готовились к клипу, я несколько дней ходила на хореографические репетиции именно вот этого нашего танца в клипе. У меня на следующий день после первой репетиции болело всё тело, как будто я вообще аспортивный человек, совсем никогда не имела физически... Вот другие мышцы задействовались, и всё заболело, вот эта приятная ломота от физической нагрузки. Это я к тому, что призываю всех заниматься спортом. Это здорово, это нужно. А лучше и спортом, да? И танцами. И танцами, да. Всё это совмещает. То есть были репетиции, да, мы репетировали, и вот уже результат вы видите в клипе. Ну, ты тоже довольна, я так понимаю, проделанной работой. Довольна, да. Ни много, ни мало, поэтому, в общем, нам что, остаётся только призывать всех чаще заказывать этот клип в программах по заявкам, голосовать за него в хит-параде. В студии телерадиоканала «Страна.ФМ» Наталья Подольская. Мы говорим о новом замечательном клипе, который только что транслировался в эфире. Наташа, я тебя поздравляю. Спасибо. Очень красивая работа. Она действительно такая, которую хочется вновь и вновь пересматривать. Мне приятно. Да, и танцы, и образы, и сама песня, и исполнение, безусловно. Ещё и ты танцы любишь, они есть в этом клипе, ещё и книги. Я знаю, что ты тоже их очень любишь. Они тоже здесь буквально прям с топками. Да, да, да. Ну, вот героиня клипа, да, читает её в голове, рождаются различные образы. Это была твоя задумка или режиссёра? Это была режиссёрская задумка. Режиссёрская задумка. Задумка Алексея Голубева. Тебя она устроила целиком и полностью? Ну, мне кажется, что получилось всё очень гармонично. Единственное, что в злобных комментариях или в правдивых, на самом деле, комментариях люди удивляются, как можно читать в ванной, в которой даже воды нет. Ну, это просто картинка смешно. Слушайте, ну, конечно, разве можно серьёз воспринимать такие вещи? Я имею в виду даже и людям, но вот так смотреть, да, тоже не документальный фильм. Это же, понятно, такая фантазия, художественный вымысел. Любые актёры, артисты, режиссёры имеют... Красивая картина. Имеют на это право, конечно. Наташ, поклонники твои знают, что есть ещё новая песня. Землянин называется. Автором которой Бьянка является. Да. Будет ли клип на эту песню? Я обожаю эту песню, и мне кажется, что она очень необычная, она очень другая, и когда я записывала в студии эту песню, кстати, эти вещи со мной стали после родов случаться, я пропевала её целиком и потом плакала. Там текст такой проникновенный. Он простой текст, но он какой-то такой простой и понятный. И то, что испытывает любой любящий, влюблённый человек. И очень красивая музыка. Если честно, я обожаю Бьянку. Не только потому, что она безумно талантливый человек, но мы ещё с ней, так сказать, из одной песочницы. Мы обе из Белоруссии. Мы когда-то оттуда вместе уехали. Не вместе, в разное время. Я очень искренне и трепетно отношусь вот к своим землякам, к белорусам. Вот это и Бьянка, и Катя Йова. И, ну, в общем-то... Ну, такой хороший составчик. Да. Да, очень радуюсь. И мне безумно приятно было спеть эту песню. И, конечно же, я хочу для него какого-то такого, для этой песни особенного будущего. Очень хочу снять клип. Мне кажется, мы будем думать об этом. Ну, понятно. Я думаю, что всё это уже в любом случае случится в наступающем году, да, в 2018-м. А что касается альбомов, Наташа, крайне у тебя выпущено было в 2013-м, если не ошибаюсь, да? Как же время летит. Ну, конечно, будет. Если честно, я сейчас так взялась активно вновь за своё сольное творчество. Мне очень хочется какой-то вот новый виток, новое веяние. Потому что главное дело в своей жизни я сделала. Стала мамой. Да, я стала мамой. И теперь нужно успеть реализоваться всё-таки так, как я хочу в творчестве. И над этим я работаю. У меня ребрендинг — это такое слово модное. У меня, наконец, собралась команда, с помощью которой, я надеюсь, воплотятся все мои творческие мечты и желания. Ну, а значит, будут и клипы, и гастроли, и выпуск альбома тоже непременно случится. Да, обязательно будет, да. И уже несколько песен к этому альбому новому записано. В том числе «Землянин», в том числе «Ни много, ни мало». Скажи, пожалуйста, ну а супруг Володя, он благословляет тебя вот на сольное творчество такое отдельное? Что? Он же понимает, что мама поедет сейчас, супруга любимая, Туся уедет на год и всё. Нет, на год я никуда не уеду от него. Очень повезло, что мы люди одной профессии. Очень повезло, что Вова и я знаем все нюансы этой жизни, этой истории. У нас много совместных гастролей, которые мы просто обожаем. И это очень интересный действительно концерт на любой вкус, как я говорю. Вовины, такие вот хиты, и я даю свежее такое веяние в концерте. Но на самом деле у нас очень хорошие концерты, действительно проходят, очень музыкальные. Но мы всегда были сольными исполнителями. И Володя, и я. Поэтому вот сейчас мы как-то хотим немножко вот в эти стороны. И Володя, и я вот в такую сольную историю пуститься. Но всё равно наш дуэт никто не отменял. Мы... Ну да, это уже есть, конечно. Это уже есть, да. Хочется идти дальше. Наташа, насколько тебе важны его мнения и одобрения, Володя, в новых работах твоих? Безусловно, мне очень важно его мнение. И я всегда интересуюсь этим мнением. Но скажу так, если он с чем-то не согласен, то я всё равно пробую это делать. И потом не получаю. Я же говорил. Он всегда очень... Ну, такой человек, он очень мягкий, добрый. И он всегда с пониманием относится. Скажи, Аня, говорил ли он тебе, ну, Наташа, ну, может быть, вот здесь вот всё-таки не нужно так откровенно? Может быть, какой-то выбрать шортики подлиннее как-то так? Нет, нет, нет. Он... Володе очень понравился этот клип. Знаешь, это как в своё время, по-моему, Леонид Агутин тоже у Анжелики что-то вышло. Он говорит, а что я могу говорить? Ну, обалденные трусы у моей жены. Ну что? О, это же большая радость. Смотрите и получайте удовольствие. В общем, так и Володя считает, наверное. Так и Володя считает. Ну, хорошо. А что Артемий? Что Артемий маме говорит? А вот у Тёмы странная реакция. Тёма ревнует. Как? Да, когда Тёма увидел этот клип, я ему стараюсь не показывать ещё ничего в телефонах так особенно. Но я сама смотрела, и он тут же подскочил. Выкюти! Мама, выкюти! Мама, выкюти! Он меня не хотел видеть. Вот, видимо, он был в шоке. Ревнует. Вот папа у нас поёт это нормально, а мама должна быть с ним рядом. Да, с ним рядом. Заниматься только им. Хотя он очень трогательно отвечает на вопрос, как зовут твоих родителей. Вадимий Песняков, Натайя Подойская. Это так смешно звучит из этих маленьких уст. Наташа, ну, судя по всему, растёт ты артист? Вот, во всяком случае, уже... Время покажет, я пока не могу заявлять. Там уже и хореография, ну, какая-никакая, тем не менее. Ну, напуем понемножку, да. Но уже исполнение на фортепиано, вот буквально накануне ты выложил потрясающее видео, где и папа, и дедушка, мама снимает. Да, вчера у нас был потрясающий семейный вечер. К сожалению, бабушка наша Лена к нам не доехала, была на гастролях, но приехал дедушка, и это просто какой-то... Мы месяц не могли встретиться из-за всех, из-за графиков всех, но, наконец-таки, вчера к нам приехал дедушка, и просто чудесный, тёплый, домашний, родной такой вечер получился. Дедушка у нас плывёт просто от внучочка. Ну, а тем более, когда тот ещё такой явный интерес к музыке проявляет, это же вообще просто счастье невероятное. Давал нам концерт вчера, не удержалась, выставила в Инстаграм, конечно. Ну да, надо обязательно посмотреть, друзья, если вы ещё не видели, заходите на страничку Натальи, это очень-очень красиво. Наташа, мы посмотрим сейчас вашу с Владимиром дуэтную работу «Кислород». Очень любимый этот клип, потрясающий просто клип. Спасибо, я тоже его обожаю. Там такая атмосфера непередаваемая, просто мурашки по телу, потому что... Алан Бадоев снял. Очень искренне. Да, срочно запускаем в эфир, давайте. Программа «Лучшее в стране» продолжается в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Вот только что на ваших экранах, в ваших приёмниках Наталья Подольская, Владимир Пресняков и наш любимый клип и любимый трек «Кислород». А Наталья Подольская у нас сегодня в гостях. И мы вне эфира с Наташей как раз говорили о том, что я хвалила Наташу, благодарила их с Володей за такую потрясающую работу, но Наташа, конечно, стала рассказывать о том, как проходили съёмки. Наташа, я хвалила режиссёра этого клипа Алана Бадоева. Он уже величайший, да. Да, да, который, кстати, в то время, это, по-моему, в 2013 году были съёмки, он тоже что-то такое для себя новое снял, потому что клип очень минималистичен, нет никаких-то там спецэффектов особенных, и его задача была передать атмосферу вот такой пары, которые находятся в неком пространстве, и им никто не нужен. И мне кажется, что очень здорово получилось, обожаю этот клип. Абсолютно, Таташа, согласна. Да, и, кстати, нам вот этот вот недостроенный дом пустой был тогда очень близо, потому что время мы строили дом тоже. Ну, это не ваш дом при этом, это какой-то другой, да, но квартиру кто-то сдал. Слушай, не знаешь, на доме висит теперь там табличка, что здесь снимался клип Павдольска-Преснякова. Мне кажется, надо обязательно людям сообщить. Ну, очень хороший клип. Ну, ты говорила, что вроде бы как супруг, в общем, тоже переживал по поводу того, что он там в спортивной одежде, и не хотелось этого совсем. Клипа, Володя, ну, как-то у него были свои представления, как он должен выглядеть в клипе, и вот как важно уметь довериться профессионалу и талантливому человеку, в данном случае Алану Бадоеву. Потому что Алан сумел настоять, Володя смог подчиниться, и вот он в таком домашнем виде, это такое первое видео для Володи. Ну, зато, мне кажется, как раз в финале, что вы появляетесь в вечернем наряде, в костюме, наверное, это было то, после чего Пресняков и согласился, наверное. Бадоев сказал, ну, хорошо, в конце клипа я вас наряжу как следует. Мы собирались куда-то в свет в конце. Ну, замечательно. А у нас будет еще одна ваша дуэтная работа, дыши, чуточку попозже, пока, конечно, я хочу тебя поспрашивать, вот что, впереди новогодние праздники. Ты написала у себя в Инстаграм, что вы обязательно с Тёмой отправьтесь куда-нибудь в путешествие. Уже известно, куда, что это будет за путешествие? Ну, в этом году мы собираемся ставить Тёму на лыжи. Уже? Ну, ты знаешь, ему будет... Два с половиной сейчас, да? Ему сейчас два с половиной, а еще через месяц будет он еще поставь. Ну да, уже ближе к трюм. Так растут. И просто он такой у нас очень активный, и мне кажется, что не нужно оттягивать это еще на год. Вот мы собираемся попробовать поставить его на лыжи, вот этот вот наш кулечек. А еще у него, знаешь, он так все сам любит делать. Ему вообще нельзя помогать, и иногда это даже у нас в какую-то ссору превращается. Я ему хочу показать, как нужно и что нужно сделать. Он говорит, нет, я сам, у него не получается, он может заплакать лучше. Будем ставить. Но зато, значит, ставит цель и хочет самостоятельно ее добиться. Я называю это упрямый по-пресняковски. По-пресняковски, да? Да. Но однако же все-таки ты говоришь, что супруг у тебя достаточно мягкий человек. Мягкий, да. В эту очень комфортный и мягкий. Так значит, все-таки Тёма в кого? Может быть, в дедушку больше? Упрямство. Ну, вот у пресняковых есть такая черта, они действительно, вот если за что-то берутся, они должны это сделать. И вот кровь из носа. И Тёма вот такой же, да. Наташа, ну как твое материнское сердце будет? Вот скажи, гора поведут малыша, ресничка, как ты говоришь, на эту горы? Я буду рядышком. Но вы же тоже с Володей катаетесь очень хорошо, да? Мы катаемся, да. И это вот Володина мечта, чтобы мы втроем, да, семейный съезд с горы, да. Ну, это здорово, мне кажется, сейчас такое время, столько много вокруг всего, и нужно не ограждать себя от мира, нужно всё уметь по чуть-чуть хотя бы. И водить машину, и знать язык, и кататься на лыжах, или там на сноуборде, а лучше и на том, и на этом. Это правда. И чем раньше начали ещё обучать? Да, да, нужно всё уметь. Ну, ваше предыдущее путешествие было на Мальдивы, по-моему, да, всё верно? Да, да, это было чудесное поезд. Это совсем другая, совершенно контрастная история. Ну, там, как Тёма, скажи, он доволен остался? Мы кормили акул, он очень внимательно наблюдал. Потом, конечно же, купались в океане, в этом белоснежном, видели рыбок. Тёма даже катался с папой на водном мотоцикле. Мне кажется, он был в шоке. Не совсем даже пылил, да, что это такое было страшно? Меня рядом не было, они с папой были вдвоём, я на берегу ждала. Но по Володиным рассказам он не произнёс ни звука, ему было страшновато, но он это всё выдержал и сказал, больше не хочу. Но выдержал, знаешь, так по-мужски собрался, да, с таким вот выдержал. Есть у него любимые песни, твоя, может быть, или папина? Он очень любит папины ранние песни «Острова», «Зурбаган». Это как раз вот вчера исполнение было, да? Да, в хит-параде у нас «Красота неземная». Да что ты! Да, он «Красота неземная! Стоянуя!» Это тоже есть видео в Инстаграме. Ну, в общем, потешный, очень потешный, и, ну, растет человек в семье артистов. Ну, это правильно, да. А, конечно, станет ли он таковым профессионально заниматься? Покажет время. Это только время покажет, Наташа, согласна абсолютно с тобой. Давай сейчас мы посмотрим вашу дуэтную работу «Дыши». Да, то, что Тёме пока не следует смотреть. Да, ну, в общем, ну, пока время быстро пролетит. Наташа, какого года? Не помнишь сама этот клип примерно? Ой, наверное, 15-го. Ну, до Тёмы. Нет, Тёма уже был, да, до 16-го. Я не помню. Тот самый клип, после съёмок, в котором ты говорила о том, что это было очень больно. Да. Потому что были удары и об шкаф, и падение на кровати. Сцены страсти снимаются очень сложно. Это действительно физически больно. Это морально неудобно перед съёмочной группой. Да, такое ощущение, что они действительно в вашей спальне все находятся. Да, да, да. А потом, это же монтаж, а когда мы отсматривали материал, ну, я просто, мне было так стыдно, и, видимо, на нервной почве у меня случилась просто истерика смеха, когда мы вот в мониторе отсматривали то, что мы отсняли. И это действительно и смех, и грех, но было весело. Ну, вот, достаточно смелое такое решение. Скажи, здесь вас долго пришлось уговаривать? Нет, нет, конечно, мы с Вовой Лёгкий на подъём. Режиссёр Серёжа Ткаченко, с которым мы сняли очень много тоже видео совместных работ, и это спасало. Да, потому что, если честно, я в жизни достаточно стеснительный человек, вот, ну, и спасло меня то, что в главной роли выступал мой муж. А, ну да, если это был бы какой-то актёр, я думаю, что, конечно, было бы, может быть, и сложнее. Важнее было бы раскрепоститься, да. Наташа, что касается, вот ты говоришь, что ты очень скромный в жизни человек, но очень сильный, очень, ну, как артист, мне кажется, очень сильный, потому что и участие, во-первых, в «Фабрике звёзд», это конкурс Евровидения, проект «Точь в точь». Как будто в прошлой жизни. Да, это где-то было уже очень-очень давно, но это проекты, на которые далеко не каждый пойдёт, даже творческий, там, талантливый человек, потому что это всё стресс, это нервы невероятные. Да, это такой был проект, в котором я тоже многое в себе открыла, чего я не знала до этого, я была очень юная ещё тогда, но мне кажется, что в таких проектах самое главное — это оставаться самим собой, не играть какую-то роль, вот быть естественной, какая ты в жизни, потому что там же нас снимали просто круглосуточно, и... Ну, а пение — это любовь всей моей жизни, и «Точь в точь» — это уникальнейший проект, он и тяжёлый, но он и приятный, он очень творческий, где я спела те песни, которые, ну, когда бы и для чего бы я ещё спела. Ну, скорее всего, что да, нет, только на домашних вечеринках каких-то. Да, и Лара Фабиан, и Селендион, и даже Володю я пела, и какие-то, и Клавдия Шульженко, и, в общем, это такая масса была про Любовь Орлова, вот так унуться в каждый раз в новый образ, но было очень тяжело вот эти маски. Как же это было? У меня даже что-то рядом, наверное, с клаустрофобией, когда меня просто накрывала такая грусть и депрессия, когда на меня наклеивали вот эту маску. Другое лицо совершенно от себя, да? Да, это тяжело, на самом деле, это не шутки, ты просто погружаешься, как будто от себя отказываешься, и вот этот вот процесс... Есть проект, в котором бы ты с удовольствием приняла участие? Сейчас я больше нацелена на реализацию вот своей сольной, да, творческой карьеры, и мне бы очень хотелось в каком-то очень ближайшем будущем дойти до той ступени, чтобы состоялся какой-то мой большой сольный концерт. Я сейчас буду вот в этом направлении работать. Приблизительно уже существует какая-то дата, какой-то срок, когда-то должно всё случиться? Нет, какой-то даты нету, но в моей голове это должно случиться в течение двух лет. Это план в моей голове, в моей тельцовской голове, у меня же всё по плану. Всё по плану, всё по полочкам, да, и достаточно... Поэтому вот в ближайшие два года я хочу достигнуть этой цели. При выборе песни, когда... Я так понимаю, что их, наверное, огромное количество тебя окружает, да, присылают, возможно, кто-то предлагает, кто-то приносит каким-то образом. Ты полагаешься только на себя? Вот в том-то и дело, что артист — это такое звено команды, потому что у артиста должна быть команда, и именно профессионализм этой команды делает артиста. Так вот, при выборе песни лучше на артиста не надеяться стопроцентно, потому что артисты — люди творческие и очень ведомые, и нравится одно, нравится другое, третье. Мы влюбляемся в песню, практически любим их как собственных детей. Но должна быть стратегия, потому что очень распространённое мнение, что музыка — это та же математика, это действительно так в хорошем смысле. И вот должен быть с артистом продюсер, какой-то менеджер, такой вот стратег, который выстраивает в своей голове вот этот вот ход один за другим, вот так вот, как в математике. Один плюс один равно два, потом ещё прибавишь. И вот, наконец-таки, в моей жизни появился такой стратег. И вот так, что ко мне никаких вопросов больше. Ну, например, песню «Маму я не обману». Скажи, ты сразу понимала, что нужно браться за неё, что она зазвучит абсолютно отовсюду, откуда только можно? От этой песни, вот меня, знаешь, вот такое слово есть, оно, может, не очень женское, оно прямо вот от меня пёрло, от этой песни меня качало, я так, ну, вот, я обожаю эту песню. Ну, а мамочка-то что говорит? Скажи. Мамочка, мамочка любит всё, что я делаю. Она самая неадекватный мой поклонник. Кстати, самый большой критик в моей жизни — это моя сестра-двойняшка Юля. Вот она, не стесняясь и не переживая совершенно за мои чувства. А что последний раз она тебе такое вот рубанула? Очень давно у нас был с ней эпизод, ещё лет, наверное, 12 назад, когда у меня ещё во время, господи, как они называются, казино, ещё когда в Москве были казино, у меня был концерт очередной. Юля всегда приходила на эти концерты, и с моими музыкантами мы всегда очень боялись, когда Юля придёт в гримерку и начнёт раздавать там «ты то, ты сё, ты это». И вот однажды она зашла и сказала «у меня сегодня нет претензий, всё было классно». Мы так всё расхохотались, потому что она всегда какой-то первый и единственный уникальный случай. Она всегда вот какой-то критика есть. Но это здорово, потому что, наверное, не наверное, а абсолютно точно должны быть такие рядом люди, иначе может унести в такие небесные дали, что я бы этого не хотела. Наташа, совсем недавно тут в интернете появилась информация «Наталья Подольская беременна». И такое уж, он бы их уподнел. Ну, я всегда беременна только, когда я не беременна, да. Это был единственный пока случай в моей жизни, когда, да, так все остальные пока сплетни. Ну, Наташа тут же выкладывает фотографию у себя в Инстаграме, пишет «я не беременна». Это было видео, да, которое я сняла, да, уже. Обидно, действительно обидно. Я занимаюсь спортом, я на самом деле очень худая в жизни. Но строение женской фигуры так устроено, что небольшой животик всегда есть. Ну, конечно, Наташа, господи, я хотела сказать, как тебе с годами? Ты привыкла уже к вот такому вниманию огромного количества людей? Это опровержение я сделала только для того, чтобы не сводить с ума заказчиков и людей, с которыми мы работаем. А, ну, конечно, конечно, приглашать, не приглашать. Потому что кто захочет связываться с беременными, они же могут быть и ку-ку. Поэтому я сняла такое видео. А к такому вниманию, вот знаешь, мы вчера с Тёмой, было воскресенье, мы с ним сходили в церковь, я Тёму люблю причащать. Ну, умнички какие. И да, и сидела женщина, сидела, и вдруг она ко мне подходит и говорит, Таталья, спасибо большое за песню, ни много ни мало, она мне очень нравится. Я так обалдела, потому что я, ну, я живу своей жизнью, и я не замечаю. Узнают меня люди, не узнают, что вот у них на лицах написано. Мне всё время кажется, что я такой же обычный человек, как и все. И вдруг, когда такое происходит, я такой, ой, боже, мы меня узнали, ничего себе. Да, да, это же мне говорят. Да, да, это мне говорят, и очень было приятно, что именно за песню поблагодарили. Наташа, что касается профессионального твоего дела, сил взгляда на саму себя, ты чувствуешь, что ты вот сейчас, тебе уже нечему учиться? Ой, ну что ты, мне очень есть чему учиться, и мне кажется, это процесс бесконечный, и так и должно быть, иначе станет очень скучно и совсем неинтересно. Как этот рост происходит? Ты слушаешь огромное количество музыки или там своих любимых артистов? Или, может быть, ты даже занимаешься вокалом, к кому-то обращаешься? Периодически я обращаюсь к педагогам для занятий вокалом, но не делаю это слишком часто в силу разных причин. Очень полезно ходить на живые концерты своих коллег. Между прочим, я вот всех призываю ходить на живые концерты. Это совершенно другая атмосфера, и иногда настолько меняется мнение об артисте в лучшую сторону, после того, как ты видишь этот живой концерт, поэтому не ленитесь, покупайте билеты, ходите. Вот у Володи будет 29 марта большой сольный концерт в Крокусе. В честь юбилея! Ну, а значит, соответственно, Наталью мы тоже там увидим. Да, обязательно, конечно, я буду там. Я думаю, огромное количество артистов. И сын будет наверняка выступать, а Никита 100%. Никита точно будет выступать, ну, а Тёма будет присутствовать где-то, не знаю, на сцену, конечно, ему ещё рано выходить. Так, друзья мои хорошие, я предлагаю нам прерваться совсем ненадолго. Мы успеваем сейчас до ухода на рекламу запустить клип? Ну, тогда запускаем, это как раз будет Владимир Пресняков, Неземная. Любимый клип, любимая песня Артемия. И наши, кстати говоря, тоже, надо признаться, здесь всё совпало. Лучшие в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Наталья Подольская сегодня у нас в гостях, друзья. Есть ещё немножечко времени. Не трачу ни секунды, Наташа, адресы вопрос. Наташа, скоро очень Новый год. Уже несколько дней остаётся буквально. Ты уже выложила фотографию в Инстаграм, показала всем ёлку вашей фантастической красоты. Скажи, пожалуйста, есть ли у вас традиция писать письма Деду Морозу? Приходит ли он к вам? Ну, к Артемию, конечно. Да, сейчас Новый год начинает обретать вот этот опять такое новогоднее значение, смысл. Конечно, когда есть маленький ребёнок, мы вот всё ему про Деда Мороза рассказываем. Он очень верит. У меня был случай, мы живём в доме, и я была на втором этаже, собиралась. И Тёма ко мне как-то прорвался, прибежал. Я к нему выбежала, а потом забегаю обратно, и окно открыто. Ну, чтобы его не продуло, я скорее бегу, закрываю это окно и говорю, Тёма, ты представляешь, Дед Мороз, наверное, прилетал. Я же только вышла, захожу, окно открыто. Окно от Кита, Дед моё спитал. И вот я хочу, конечно, в нём эту байку про Деда Мороза поддерживать. Мне очень хочется, чтобы ребёнок верил в Деда Мороза, Снегурочку, в чудеса, да, в подарки под ёлкой. Конечно же, дарит Дед Мороз подарки только послушным детям, которые слушают маму и папу, в общем. Ну, Дед Мороз дарит подарки, которые ты просишь у него, которые ты хочешь очень получить? Или что сам решит? Ну, по-моему, что мама с папой купят, естественно, да. Ну, ещё очень маленький, и для нас лучший подарок – это машинка. И ещё у нас, конечно, с ума сводят вот эти хеликоптеры, которые управляются пультом, он запускают с папой постоянно. Наташ, ты сама признавалась на раз, что ты жуткая модница, шмоточница, даже так себя называешь. Вот этот грешок у меня есть. Ты уже выбрала, в чём ты будешь встречать Новый год, что это будет за наряд. Ещё нет, и даже ещё не интересовалась, в каком цвете нужно. Встречать этот Новый год, ведь каждый год особенный цвет. Вы, кстати, не знаете? Слушай, в этом году уже год жёлтой собаки. Жёлтая. А вы знаете, что я собака? Это мой год. Ну, всё. Значит, тебе не через два года концерт будет, а в следующем. Нет, я надеюсь, что этот год собаки как раз будет таким очень активным для меня, и чтобы вот моя цель воплотилась. Всё исполнится обязательно. Мы тебе искренне этого желаем. Спасибо. Наташ, а что будет на новогоднем столе у Пресняковой и Подольской? На новогоднем столе, да, будет что-то такое в этом году. Будем собираться обязательно, и 1 числа, наверное, такой будет уже семейный большой праздник, и придут к нам друзья, и будем отмечать, будем пить шампанское. Ну, блюдо какое-то есть такое, коронное, которое очень любит муж? Может быть, ты для него будешь готовить обязательно? Ну, обязательно будут пирожки, обязательно будут салат оливье, и кто будет есть, кто не будет. А пирожки ты сама печёшь? Иногда печём сами, но в этом году, наверное, всё же купим готовые. Потому что очень много дел. Съёмок, съёмок, съёмок. Наташа, спасибо тебе большое. Спасибо. Мы тебя искренне благодарим, и, во-первых, за твою новую работу, очень красивую, которая стала украшением телерадиоканала. Ну, и, конечно, ждём обязательно и тебя, и Владимира, и уже и с Артемием. Приходите почаще к нам, пожалуйста. Спасибо. Я хочу поздравить всех с Новым годом и пожелать, чтобы всё сбылось. Чтобы всё сбылось, чтобы все планы воплотились в жизнь. Да будет так. Спасибо. Наталья Подольская, друзья.